МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем запомнится жителям Саврополья этот четверг? Самое важное событие региона глазами корреспондентов Краевой телекомпании. В студии своего ТВ Илья Захаров. Здравствуйте. И вот главное к этому часу. Пока только готовят проект. Когда жители села Юца дождутся ремонта аварийного моста? Больше денег на дороги и медицину. В правительстве края решили скорректировать региональный бюджет. Теперь можно надеть мантию. Почему судьи приносят присягу в музеи? Платить будем больше, но не по максимуму. Во сколько теперь обойдется Ставропольцам вывоз мусора? С одной стороны реки школа, с другой больница. А соединяет их аварийный мост. Как попасть из пункта А в пункт Б? Вопрос. Такую задачу каждый день решают жители села Юца, что в предгорном районе. Мост через реку не ремонтировали больше 50 лет. Из-за угрозы его развала движение для транспорта полностью перекрыли еще в прошлом году. Однако ремонт за этим так и не последовало. Оторванные друг от друга местные жители обратились за помощью к главе региона. Владимир Владимиров потребовал в кратчайшие сроки решить проблему. Анастасия Зубрицкая отправилась в предгорный район, чтобы узнать, начались ли работы и поговорить с местными жителями. Ямы, старый асфальт, просевшие сваем. Так сейчас выглядит мост, соединяющий две части села Юца. Теперь дорога по этой переправе открыта только для пешеходов. Раиса Сергеевна инвалид. Пешком, говорит, ходить часто не позволяет здоровьем. Обстоятельства, напротив, заставляют. Я не могу ходить. Я инвалид второй группы. Болею берцеллезом. Я не могу вообще ходить. Это что необходимо мне. Я вот это ползу. И в больницу приходится так же? Да, и в больницу. Или такси нанимать? Дуже дорого. С пенсией, правильно? Ближайшая остановка общественного транспорта перед мостом. Проезд через него полностью закрыли в прошлом году. А еще в 2016-м частично. Тогда его признали опасным и аварийным. Однако преграда из бетонных блоков не всегда останавливала автолюбителей. На этом мосту, по словам местных жителей, часто случались ДТП. До 2016-го года мост принадлежал уже несуществующему колхозу. После решения суда его передали на баланс селу. Искали деньги на то, чтобы сделать экспертизу моста и признать его аварийным. Признали аварийным. Но все равно ездили. Затем искали, значит, после этого деньги на проектные работы. Искали, кто приедет хотя бы посмотрит этот мост. Институты отказывали, что вот в селе нет денег, мы и смотреть не будем. Потом Волгоградский институт сделал экспертизу этого моста, признали аварийным его. Этот мост пользуется спросом у большинства жителей села. С одной стороны реки школам, с другой больницам. Проезд здесь не единственный, но единственный оптимальный, короткий и удобный. Объезжать местным жителям приходится по этой дороге, что удлиняет путь примерно от 16 до 22 километров. Но и такой маршрут, как показал первый снег, не всегда безопасный. Вот такой вот лед на ЮЦе. Это видео сняли местные жители чуть больше месяца назад, в декабре прошлого года. Мост так и не сделали, и делать не собираются. То есть люди должны вот так мучиться. Даже на общественном транспорте выехать невозможно, потому что объездная находится в полях, и когда идет снег, выехать невозможно. Большая преграда, уверены местные жители, такой объезд и для экстренных служб. Ведь именовых работе часто, каждая секунда на счету. Вот школа. Школа на той стороне. Да. Больница здесь, пожарка здесь, ну вся инфраструктура здесь. Вы представляете, пожарная машина едет кругом 22 километра, чтобы доехать до этого моста. А надо же еще туда, километров 15 село продолжается, надо же и туда поехать. Отремонтировать мост просто необходимо, уверены местные жители. Они обратились к губернатору Ставрополя Владимиру Владимирову. Ход восстановления переправы глава региона взял на личный контроль и жестко потребовал в ближайшие сроки решить эту проблему. Почему он до сих пор не ремонтируется? Моста ведь нет. Ну, запланированы мероприятия, выделены денежных средств на данный вид, на проектирование. Ну, 31 декабря будут выполнены все работы. Тянете, все это вот в процедуру облекли, и теперь у нас 4 месяца нет моста. Понятно. 4 месяца нет моста. Но мне нужно, чтобы через неделю равно слышали, там люди работали. Пока, как видно, не работают. В ближайшие дни, сообщили в районной администрации, лишь пройдет конкурс на подготовку проектно-сметной документации. И только после него станет известна цена работ. Хорошо, что появилось решение суда, согласно которому собственникам признали ютский сельсовет. Самое главное, что деньги можно тратить совершенно нормально, официально, на законных основаниях. Соответственно, теперь и проектно-сметная документация, да и в дальнейшем ремонт моста. Хорошо, что он пройдет, я надеюсь, что он пройдет гладко и при непосредственном участии губернатора. Потому что, когда уже власть сверху присматривает за тем, что происходит, все чаще всего складывается благополучно. Пока работы не начались, всему селу с населением больше 9 тысяч человек. Остается ждать разрешения общей проблемы. А в том, что на этот раз дело сдвинется с мертвой точки, теперь у местных жителей сомнений нет. Нас не оставят без внимания, потому что не только эти вопросы решались. Но на это нужно время. И дай бог, что сейчас это происходит, что мы будем с мостом. Астасия Зубрицкая, Андрей Яценко, Ставропольское телевидение. Пошатнулась надежность моста и в селе Тугулук. За теплые новогодние дни снег растаял, вода в речке с одноименным названием поднялась и подмыла склон. Часть асфальта сползла вниз. Накануне сюда приезжал трактор и слегка присыпал испорченное дорожное полотно комьями земли. Машинам приходится объезжать опасный участок. Жители села переживают, не пойдет ли обрушение дальше, ведь впереди весна и возможны новые паводки. Он давно уже сползает. Лет пять назад дожди идут, а вода сюда стекает, он сползает, его засыпают заново. Она там обвалилась, как морозы начались. Такое качество дороги, наверное, делали. Обвалилась она, сначала ветку там воткнули, было не врезались туда, а теперь вот так обсыпали. Дополнительные деньги планируется выделить на финансирование дорожных работ в крае. Как прозвучало сегодня на внеочередном заседании правительства, это стало возможным благодаря опережающему росту поступлений в региональный бюджет по итогам 2017-го. Предлагаемые поправки позволят увеличить объем дорожного фонда почти на 9 миллиардов рублей. Как отметил глава края Владимир Владимиров, важно, чтобы эти средства расходовались максимально эффективно, исходя из потребностей жителей края. У нас никогда исторически не было дорожного фонда, не 9, не то что 9, 8 не было никогда. Никогда. За всю историю нашего края. Также изменения должны произойти в финансировании отрасли здравоохранения. Это связано с введением в эксплуатацию в конце прошлого года поликлиники в юго-западном районе Ставрополя. На закупку медоборудования для нее предусматривается более 85 миллионов рублей. Как отмечено на заседании, предлагаемые поправки в главный финансовый документ края не повлияют на размер госдолга. Бюджет 2018 для Ставрополья остается профицитным. Проект закона направлен для рассмотрения в Краевую Думу. С ним ушла целая эпоха. Сегодня в Краевом центре простились с заслуженным деятелем культуры России, старейшим музейщиком Ставрополья Вениамином Госданкером. Проводить последний путь этого удивительного светлого человека пришли тысячи ставропольчан. Кира Рогожина продолжит. Фоезд Ставропольского драмтеатра просто не рассчитан на такое количество людей. Проститься с человеком, легендой, символом целой эпохи Вениамином Госданкером пришли сотни жителей Краевой столицы. Все те, в чьих сердцах он навсегда оставил свой след. Я очень люблю Вениамина Вениаминовича. Я люблю его как человека незаурядного, одаренного, доброго, доброжелательного. Человека с огромным чувством юмора, деликатного, тактичного, культурного, профессионала. Мне очень жаль, что его не стало. Это большая потеря. Он как отец. Я не могу, у меня просто слезы начинают течь. Это воплощение добра. Вот даже сегодня день такой, я извиняюсь, что я так говорю, но сегодня день солнечный. Вот он человек был солнечный, наполненный любовью, миром. Он никогда не говорил плохих слов. Если он хотел дать тебе совет, то это был такой совет, что невозможно было ему не последовать. Никогда не было вот ни тени, менторства, чего-то такого. Это очень тяжело, когда уходят такие люди. И, вы знаете, когда говорят, что незаменимых людей нет, наверное, все-таки вот в таком масштабе для города, для края, наверное, трудно. Появится ли такой человек, который так много сделал, с любовью, с такой преданностью, вот, и с таким рвением для истории, для культуры города, для, собственно, для всех, для нас. На глазах слезы, в руках цветы зачастую, алые гвоздики или розы. Уже не остается места под новые букеты, а бесконечный поток людей все продолжает нести их. Столько добрых и теплых слов давно не слышали эти стены. Госданкер не любил ностальгическую слезливость и старался всячески уходить от нее. А вот улыбка всегда была с ним. А еще он очень любил жизнь. Несмотря на все тяготы, которые она ему преподнесла, фронтовик он помнил блокаду Ленинграда. И даже как-то рассказывал об этом в эфире нашего телеканала. Но как? В измученном, голодном, блокадном Ленинграде на елку 16-17-летних ребятишек открывают двери, и вдруг яркие свечи, елка, украшенная. Чудо-то какое! А потом нам говорят, вы пойдете сейчас в ресторан «Метрополь» на Садовой. Скатерти белые. Это в умирающем городе фужеры. Тарелочка супа и котлетка. Боже мой! Но этот Новый год, 42-й, мне запомнился на всю жизнь. Старейший музейщик делом жизни Вениамина Вениаминовича стал Краеведческий музей, которым он руководил больше 30 лет. Одно из главных достижений директора Госданкера – уникальные экспонаты, среди которых знаменитый Южный Слон. И, конечно, работа с молодежью, которой он передавал тот бесценный опыт, который накопил. Мы стоим, работаем на том, что сделало поколение, которое сейчас уходит в великих светлой памяти Вениаминовича. А нам быть достойными его улыбки, его мудрости и его дел. Этот человек оставил след не только в истории о себе, он оставил след в истории о очень многих людях. Он занимался тем, что он всю свою жизнь давал возможность потомкам знать, как жила, как развивалась наша великая страна. Его провожали с оркестром, как и подобает человеку эпохи. И строки Константина Симонова «Неправда, друг не умирает, лишь рядом быть перестает». Тоже о нем. Похоронили Вениамина Госданкера на Сажевом кладбище Краевого центра, рядом с супругой Викторией Башинской, с которой они больше полувека прожили душа в душу. Кира Рогожна, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Приносить присягу ставропольские служители Фемиды теперь будут в музейном комплексе «Россия. Моя история». Только после этой церемонии вновь назначенные специалисты становятся судьями и получают право на особый рабочий гардероб «Мантию». Подробности у Ирины Ивановской. Ольга уже выучила наизусть слова клятвы, но волнение не отступает. Последние приготовления перед одним из важных событий в ее карьере завершились. Мантия надета и застегнута, а коллеги собрались в зале. Переживают и родители. Для всей семьи этот момент торжественный. Я Остапенко Ольга Игоревна, принимая обязанности мирового судьи, торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности. Осуществлять правосудие, подчиняясь только закону. Быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть. Специальный нагрудный знак мирового судьи вручил председатель Ставропольского краевого суда. И по всем правилам Ольга теперь официально занимает должность служителя Фемиды. Однако, кроме важности, этот пост предусматривает еще и большую ответственность. Ответственность судить людей. Осуществление правосудия, оно должно быть честным, беспристрастным. Сложно, конечно, принять решение, потому что оно принимается, естественно, в соответствии с законом, но имеется еще судебное осмотрение. То есть необходимо полагаться на опыт работы, жизненный опыт. В судебной системе Ольга работает уже 12 лет, но судебное заседание под ее председательством пройдет впервые. Оно назначено уже на следующий день. К слову, первый в наступившем году указ президента как раз касался назначений на должность судей. В списке сразу три Ставропольских фамилии. Все, кого рекомендовала квалификационная коллегия судей. До назначения все кандидаты прошли суровую процедуру отбора. Для меня назначение новых людей в Ставропольский край, тем более, это даже не ответственный, это основополагающий инструмент государственной власти, судебная система. Я уверен, это лично раздоказывает то, что Ставрополь на Кавказе является стратегическим регионом. Все эти мировые судьи, которые были назначены на свои должности последние четыре года, а я здесь уже почти четыре года, мне за них не стыдно перед населением края, абсолютно. Никто не уронил высокую марку и честь, высокое звание мирового судьи. Сама церемония принятия присяги прошла в музейном комплексе «Россия. Моя история». Теперь это станет новой традицией. И не случайно. Как сказал главный судья края, чтобы выносить судебные решения, нужно знать историю. Ирина Ивановская, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. 12 января сотрудники прокуратуры отметят свой профессиональный праздник. Надзорному ведомству нашей страны 296. Ну а свое ТВ готовит свой подарок. Перед программой «День» в 19.15 выйдет новый проект «Ока Государева». Эксклюзивно, откровенно и без купюр будем рассказывать о работе надзорников в нашем крае. Примеры того, как и в чем нам может помочь прокуратура, подробности громких дел, неизвестные факты из истории. Первый выпуск уже готовим к эфиру. Не пропустите теперь каждую пятницу в 19.15. Ока Государева. Платить будем не по максимуму. Сегодня стало известно, что в регионе ограничат применение предельного тарифа на вывоз мусора. Напомню, что его утвердила Краевая тарифная комиссия в декабре прошлого года. Однако, как сообщает региональный оператор по обращению с отходами, в этом году тарифы не будут применяться в зоне его ответственности. Сам же региональный оператор с 1 января приступил к выполнению своих обязанностей. О том, все ли прошло гладко и как теперь за вывоз отходов будут платить жители края, расскажет Инга Песковацкая. 1 января в регионе наконец стартовала мусорная реформа, о которой говорили весь прошлый год. Первым утром Нового года, когда некоторые из нас спали, а другие продолжали отмечать, мусоровозы пока что единственного в крае регионального оператора по обращению с отходами вышли на работу, чтобы собирать мусор по-новому. Только в Кровом центре в первый день года дежурило 30 мусоровозов. Со 2 января работа продолжилась уже в штатном режиме. За мусором выехало 70 автомобилей. Мусоровозящие машины уже начали приезжать к нам 1 января. И никаких свалок у нас не было, даже елки. Мы думали, что елки будут уже горами лежать. Но нет, ничего этого не было. Все достаточно хорошо было вывезено, убрано. Старту мусорной реформы предшествовала огромная работа. Готовились заявки, разрабатывались пути заездов, выездов. Устанавливалось необходимое количество контейнеров, а также выявлялись их собственники. Отработали и с населением. Мы собирали председателей советов домов в стенах управляющей компании по 10-15 человек. Рассказывали им о грядущих изменениях, предупреждали. Подробно рассказывали, чтобы каждый мог на информационных стендах вывесить информацию для жильцов своего дома с максимальными объяснениями. Однако не все управляющие компании отработали добросовестно. Некоторые до сих пор не предоставили информацию о площадках и графиках вывоза мусора. Тем не менее, региональный оператор задачи все-таки справился. Если возникали вопросы такие, что мусор не вывозился по какой-либо причине, то благодаря обратной связи с жителями города, звонившими на горячую линию, такие адреса выявлялись, мусор вывозился в течение суток. В результате можно сказать, что в праздничные новогодние дни город был чистым. Теперь рекоператор контролирует весь мусорный процесс от площадки до полигона. Кроме того, он несет ответственность за образование нелегальных свалок. Разумеется, за его услуги придется платить. Все ТСЖ, управляющие компании, кооперативы, а также предприниматели Ставрополя с северной части края должны заключить договор с рекоператором. В декабре прошлого года региональная тарифная комиссия утвердила предельные тарифы. Однако они пока что не будут применяться в зоне деятельности Эко-Сити. Исключение составят только сельские населенные пункты Шпаковского района. Итак, стоимость услуги по обращению с отходами для населения будет следующей. Ставрополь и Михайловский. 130 рублей на одного человека в месяц для жителей индивидуальных жилых домов. И 100 рублей на одного человека в месяц для жителей многоквартирных жилых домов. Цена для жителей административных центров районов и городских округов, а также городских населенных пунктов составит 100 рублей на одного человека в месяц для жителей частных домов и 90 рублей в месяц для каждого жителя квартиры. Жители же сельских населенных пунктов Шпаковского района, кроме села Надежда, будут платить почти 87 рублей на одного жителя частного сектора, многоквартирный тариф – 92,5 рубля. Прочие сельские населенные пункты, за исключением Шпаковского района, 65 рублей на одного человека в месяц. Если у вас остались вопросы, звоните по телефону горячей линии регионального оператора 8 800 770 09 23 или заходите на сайт www.ecocity26.ru Инга Песковацкая, Андрей Шворнев, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. Следить за развитием событий в режиме онлайн вы можете на сайте телекомпании stv24.tv У меня же это вся информация на данную минуту. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА